Всем привет, чебоксы, всем хай, всем привет, любимые чебоксарики. Зацените нахуй! Фиспект! Респект! И, видимо, Dark Project тоже респект. Раскрываю всё своим топовым ножом, и нормально. Значит, подписчики, как вы понимаете, мне столько клавиатур не надо. Я с ними попробую со всеми поиграться. И, скорее всего, будет просто розыгрыш вам одной из клавиатур. Я попросил всякие разные, чтобы какую-то выбрать хайповую себе, самую крутую. И нормально. Итак, фиксируем, значит, ребята, первая клавиатура стилизованная. Такой, типа, советский стиль, как будто бы, может быть, Atomic Heart, что-то типа такого. Ни хрена, она тяжёлая. И вторая клавиатура огромная. Вот такая клавиатура. Dark Projects. Тут меня заинтересовал вот этот момент, потому что вот этот нумпад, его можно прицепить вот с этой стороны. Алё, Физпект, братанчик, всё, ко мне всё приехало, спасибо большое. Сейчас буду открывать, смотреть. Открываем. Какие-то... Слушайте, это надо будет у Физпекта спрашивать. Какая-то мягкая штука. А я вроде обзор смотрел, чтобы не очень классовая клавиатура, да? Вот. Ещё вот такая штука. Короче, блядь. Вот эта твёрдая, пластиковая, вот эта очень мягкая, и вот эта тоже мягкая, какие-то мембранки добавляют, может быть, ещё что-то. Вот это вот тоже интересно, то, что не надо пакет на голову надевать. Спасибо большое. И... Гля! Гля, ребят, только не завидуйте. Гля, очень круто. Знаете, чё? У меня... Короче, скорее всего, это одинаковые клавиатуры. Сейчас я покажу. Так. Вот эта у меня была. И, скорее всего, это одинаковые клавиатуры, только текстурки разные. Вот. Но вы зацените, как кайфово здесь всё сделано. И здесь только английские буквы, и вот так под углом русские буквы. Но это мне пофигу, как бы я по памяти там. Вот. А здесь и русский, и английский, и ещё шрифты такие подобраны. А ну-ка. А, не, подожди. Слушайте, ну, форма одна и та же. Так, а ну-ка, здесь. Нихуя, блядь! Зацените, тут приятнее как-то. Слушайте, прям реально как будто печатный станок. А это зачем? А, это типа, если тебе не нравится... А зачем? Какой смысл? В чём смысл, интересно? Если тебе не нравятся вот эти буквы, то ты можешь выбрать вот эти буквы. Охренеть на... А, зацените ещё прикол. Блин, а это прикольно. Ну, а это не имеет смысла особо, но тут по-русски написано. F, F1, F2. Таб прикольный. Капслок прикольный. Блин, кайф. Да глянь, ещё чё-то! Что это? Я даже не разбираюсь! Ещё чё-то. Сейчас, 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 сейчас. Глянь, ещё... А, вот это у меня было. Вот это какой-то... Что это вообще такое? Какой-то, ребята, USB переход... Ага, подожди, я, наверное, помню. Такс. И вот такая вот верёвочка. У моей прошлой клавиатуры. Просто прямая верёвка. Тут, зацените, вот с этой шнягой. Глянь, ещё вот эта штука. А что это такое? Вот это, это зачем? А вот это, зачем вот так сделано, интересно? Короче, мне страшно. Не, не. А! Вот так соединяются. Зацените, каким-то тюльпаном. Охренеть, нахрен. Охренеть, нахрен. Слушайте, ну вот, некоторые кнопки мне придётся запоминать. Смотрите. P это print screen, D это типа delete, H это home, E это end, page up, page down. Это мне придётся запомнить. Ну, нихуя себе звук. Нет, братуха, они не одинаковые. Твоя первая клавиатура, ей уже два года. Новая, она там полностью другая начинка, и она беспроводная ещё, к тому же. Чё, блядь? А, глядь, во, вот это херня. Да? Подожди, беспроводная, но при этом я сюда ещё и могу стрим-декварт воткнуть. Слушай, физпект, если ты смотришь, получается, скажи, а что вот это такое? Зачем эти штуки вообще есть? Слушайте, я чувствую, прям как будто это элитное какое-то, так называемое, производство. Это так называемый полу-кастом, то есть ты можешь разобрать клавиатуру, покопаться у неё внутри, чтобы сделать её более флексище, либо более лучшее звучание. Флекс это, когда ты нажимаешь на кнопки, у тебя клавиатура продавливается. Охренеть, нахрен. Тут несколько слоёв, и я, она мягкая, и я, наверное, могу, и какая-то вот такая штука. Мне страшно это просто трогать. Так, и физпект мне говорит, разыграй старую. Физпект, дело в том, что это... Не, ну это, кстати, клавиатура с историей, да, старую разыграть, но мне-то и две клавиатуры не надо, я, может быть, одну из новой разыграть. Я шляку говорю, шляк, мне приехала клавиатура, тебе надо? Вот. А потом она говорит, а зачем, если мне физпект тоже подогнал уже клавиатуру? Физпект вообще снабжает. А, нет, давайте я не буду втыкать, по проводу я ее вот так вот. Интересно, а какая-то задержка будет в управлении? Гля, escape, кнопка похожа на то, что как будто я ядерку сейчас буду запускать какую-то. Так, тут есть режим Bluetooth, а есть 2,4 Гц. Наверное, это... Вот так вот. А, может быть, ее зарядить надо будет? Может, она не заряженная? О, нет, гля-гля-гля. Слушайте, а тут как будто бы вот в этом старом советском стиле вот RGB и не надо особо. Гля, все равно прикольно выглядит, как будто реально смешали что-то прошлое и будущее. Гля, я думал, она мне будет не вписываться на стол, потому что она, это, типа белая, но у нее окантовка черная, и она вписывается нормально. пробел вообще мощь. Так, а что такое... Мне надо будет запоминать кнопки, что означает. Alt, Fn и Control. Тут просто рисунки на каждой кнопке. Кстати, знаете что? Когда я только Fispectro говорил про эти клавиатуры, Гена увидел и себе купил такую. Ну, то есть у Гены эта клавиатура оказалась раньше, он ее себе, ему так она понравилась, что он ее себе купил. Интересно, а сколько же она будет держать зарядки? Блин, ну дизайн они придумали реально гениальный. Вроде ничего особенного, а с другой стороны я реально теперь как будто ядерку на вашингтон сейчас буду запускать с этой клавиатуры. Вот-вот. Shift так называемый, да. Но вот это тоже Shift, они тут разные кнопочки по-разному выглядят. Прикольно еще то, что их менять местами можно. Вот, вот такие у меня темки. Слушайте, ну по дизайну, конечно, вот эта верхняя, мне кажется, она, ну, серьезная такая. Надо будет только кнопки выучить. Но! Блядь. По школьнику какого-нибудь. Это еще не все. Вот это по поводу Flex, я бы попросил бы видео от Fispectro что делать. У меня уже клавиатура, теперь больше, чем у Fispectro. И это не все. Блин, вот это еще надо разобраться. Это не все, потому что у меня есть еще одна клавиатура. Когда, значит, мне Fispect подогнал предыдущую, там не было нумпада. И я себе купил вот такой нумпад. Мне важно было, чтобы вот эти вот, видите, верхние кнопки, я их забиндил, там останавливать музыку, что-то еще музыку перематывать. Мне это важно было. Теперь же мне эта штука, по идее, не нужна, потому что вот это прицепляется сбоку и отцепляется. Dark Projects. Так, 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 ребята, ну, обязательно не надо задыхаться в пакетике. Так. Ой, сейчас тут опять миллион вещей, в которых я ничего не буду понимать. Так, ну, давайте основную клавиатуру, значит, сначала. Гля, тут под клавиатурой еще одна клавиатура, я серьезно вам говорю. Смотрите компликацию. Все кнопки можно выбрать, цвета всех кнопок. Так, это полегче клава. Тут вот эти вот деления прикольно выделены. То, что можно повыше, пониже сделать. Прикольно сделали. Так. Вот тут кнопочки. Тут пробел мне наоборот меньше нравится. А кнопочки, ой-ой-ой. Да слушайте, вы сдохнете, когда я буду так печатать. Гля, что за звук? Так, зацените. Тут еще. Экранчик зачем-то есть. Крутилочка. Она нажимается, крутится. Интересно, а зачем это вообще? Так. И теперь, и теперь. О, о, о. Я случайно отломал. Зацените, как оно делается. Просто на магнитике. Вот я же как раз к этому и хотел. Зацените просто. Оп, магнит. Прикол. Здесь тоже самое. И тут сбоку подключается отдельно нумфат. Так, дальше я тут еще разберусь. Гля, тут еще какие-то переключалки, переключения. А, можно, наверное, либо отдельно вывести, либо, смотрите, вот так эта тема выглядит. То есть, это можно отдельно поставить. Или я убираю вот этот магнитик. Я убираю вот этот вот. Опа. Пиздец. Гля. Гля, пиздец. Да, реально так называемое лего. Все, и оно, зацените, а ну-ка. Да, все, оно примагнитилось. Там на магнитах оно держится. Зацени, держит. Интересно, и получается же провод не нужен, ты просто взял вот так вот. Гля, это просто кайф. Так, вот с этого боку убираю, и вот сюда я ее приделаю. Гля, прикол. А ну-ка, сейчас я просто вот примерю, может быть, мне реально так будет удобнее. Знаете, в чем прикол, я не уверен, но возможно, для Майнкрафта как раз таки, но вот я использую нумпад для Майнкрафта, сбоку, чтобы эмоции кидать. И я левой рукой играю, и левой рукой смогу эмоции прокидывать. Все, смотрите, сверкает, сверкает. Оп. Все. Опять подсоединил. Еще, смотри. опа, она запустилась, пропульсировала, и теперь оно вместе переливается. Гля, и оно синхронизировалось. Опа, опять. Гля, это пиздец. Это придумал гений. Если просто хочешь приколюху попробовать сделать, подключи ее и по проводу, и по магниту вот этот нумпад. Будет битбокс. В смысле, что такое битбокс? Так, Фиспект, скажи, пожалуйста, вот тут еще переключалка на нумпаде. Переключалка какая-то есть. Что она вообще значит? И что значит битбокс? Вот так будет? Гля, прикол. Ну я, а я не очень понимаю, зачем мне вот так делать, если я могу просто примагнитить? На магнитах это, ну, гений реально сделал, придумал. Ну ладно, если не нравится, просто смотрите, как оно вот так вот выглядит, да? И ты просто вот эту штуку сюда, оно все примагничивается и все, у тебя нумпад отдельный. А! Видимо, битбокс это вот это. Я понял, блять! Я понял, я понял суть битбокса. Нет, а-та-та-та, ну мне нахуй не надо, я реально буду ее просто примагничивать сбоку. Так, опа, ой. А, гля, блять, я не знаю, как вам показать. Я начал крутить, картинка поменялась, звук, звук типа плюс-минус на компе. Так, а что я еще могу делать? А как, тут какие-то буквы, что-то я реально могу крутить. Гля, прикол. Сейчас для сравнения просто. Мне не очень удобно печатать. Я не знаю, как это, есть 65% клавиатуры, есть еще сколько-то. Вот. Вот здесь, короче, зацените, да, размер, именно расположение кнопок, что они очень плотно расположились. И здесь те же самые кнопки, больше места для маневра. И я когда писал, я промахивался по кнопкам часто. Сейчас я попробую их. Короче, сколько-то процентов клавиатура. И вот, когда вот так вот, это типа 100% клавиатура. Вот тут такая. А это 65 вроде процентов. Или 75% клавиатуры, чтобы вы понимали, да, именно разницу. Как клавиатура называется? Так, сейчас, подождите. КД, я не вижу, короче, КД 87. Вот, вот это. КД 87. А предыдущая, которая, типа, советская клавиатура, да? Dark Project. Все, вот. Вот, Dark Project. Вот, вот так вот. 83, а вот это называется 87. КД 87. Короче, здесь экранчик, и, сейчас я отключу ее, и подключу опять. Не, 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 как-то надо, значит, подольше, может быть. Сейчас, подождите. Ну, вообще, приколюха. Что-то крутишь. Так, и вот. И вот тут какие-то N, C, L, V, я не знаю, что это, но когда вот я начинаю крутить, то у меня тут именно звук прибавляется, убавляется. Но у меня, у меня есть вот эта штука. Я бы перебиндил на что-то другое. Что это вообще значит? N, C, L, V, я вот это, не знаю, эти вещи все. Вот, вот так вот теперь у меня. оп. Угля, полный RGB оргазм, так называемый, у Saske обрыжки сейчас произошел. Да, 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 для нее что-то надо скачивать. Сейчас, подождите, вот может физпектр как раз. У тебя позорная, Windows 10 походу прикола не получится. Ладно. В смысле? должно было пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим делать красиво, а у тебя не красиво. Не-не-не, у меня Windows 10 реально. Да не, мне страшно на 11 переходить. Мне кажется, они для стрима. Вот эти чуть-чуть потише. Но тут, вот это мне нравится, тем, что она большая, и вот этот вот нумпад, который просто можно отмагнитить, это придумал ебаный волшебник, реально. Пум-пум. Все. Не захотел, отсоединил, с этой стороны подсоединил. Блядь. Блядь, кто это придумал, нахуй? Да. Да, ребят, наверное, в Майнкрафте, но если прокидывать эмоции, то эта клавиатура получше будет. И еще эта клавиатура, но она полноразмерная, я смогу тут не промахиваться по кнопкам, но зато здесь дизайн и звук. Так, короче, подписчики, наверное, некоторые бы, я бы поменял здесь. Смотрите, здесь наверху F1, F2, они как-то сделаны там, типа, FI, FII, там, ну, типа, римские, да, цифры. И здесь есть замена и цвет чуть-чуть другой и стандартизированные F-ки. Я бы, наверное, F-ки бы поставил бы отсюда и вот пробил бы я бы другого цвета бы поставил, тоже прикольно, чтобы было. Прикольно то, что они дают по мене. Так, это, короче, куча клавиатур. Потом вот эти, как это называется, короче, пробные эти кликалки или что это такое. Ну, вот меня, меня чуть-чуть заботит то, что звук будет, громковатый. Просто если удобство выбирать, я бы выбрал бы удобство, но для стрима вдруг будет громкий звук из клавиатуры. Так. Подождите, что я пропустил? Почему массовое курение этих... Блядь, что происходит? Обкатывайте смайлик. Колесико прямо сейчас умеет только громкость регулировать, как на твоей старой клавиатуре, но после того, как твой друг взял клавиатуру и мы пожаловались ДП, они сказали, что будут новый софт выкатывать, чтобы перемедлить ее на скролл какой-нибудь любой. То есть, подожди, теоретически мы имеем прямое влияние на компанию, которая клавиатуры эти производит? Ебать. Так, ребята, ну чуть-чуть страшно, потому что реально расположение пальцев, больше надо пальцы раздвигать. Я уже прям привык на мелкой клавиатурке, а тут, блядь, прям вот размашисто рука лежит. Для прикола. Так, ну все, получается, я буду сейчас тестить эту клавиатуру и, ну, в прямом ее предназначении. Играть в майнкрафт буду. Мое мнение про клавиатуру. Сука, я реально привык, что уже пальцы держать. Тут прям реально есть разгуляться, но непривычно. А теперь придется откатывать. По звуку, блядь, мне нравится, но вот мне интересно, что вы думаете, типа, ну печально, она круто звучит. Прямо хуенно. Но я боюсь, что слишком громко для стрима, вот я хочу задать вопрос, типа, вот когда мы играли в майнкрафтик, я вот рассказываю и вот там хожу куда-то, прыгаю, бегаю. Вас, ну, бесило это или нет? Завтра все равно, мне кажется, будет стрим с вот этой клавиатурой и я выберу уже, какая лучше будет. Я подберу для себя. Блядь, но дизайн здесь я ебу круто. А здесь есть вот этот вот присобачивающийся нумпад. Но у меня-то нумпад тоже есть. Как бы, но то, что тут, блядь, шире все кнопки, удобнее. Рука мужская, блядь, мужицкий кулак, нахуй, ложится правильно, куда надо, ебарада.